Мы Туриаду посетим, вот добрались, мы все на месте, Волын смог на мечту осуществить. В автобусах шумно и весело. Молодежь со всего по Волжье едет в Хвалынск, где открылся спортивный туристический лагерь Туриада. Несколько дней ребята живут в палатках, знакомятся с единомышленниками, готовят еду на костре. Но самое основное – соревнования. Я просто хочу показать свой результат, достойно выступить. Про Туриаду мне рассказывали, что там, говорят, очень тяжело. Потому что выступали бы дождь, и в снег, и в грязь, и все равно бежали, заканчивали дистанцию. Дождь, грязь не пугает молодежь, и даже наоборот. Это, как признаются ребята, только способ выйти из зоны комфорта и преодолеть свои страхи. Езда на велосипедах, кайках, катамаранах, а также пешеходная дистанция – только малая часть видов соревнований. Причем в каждом виде ребята могут участвовать и в командном, и в личном первенстве. Самый сильнейший получит грант в 400 тысяч рублей на организацию своего тура. Первый этап – это подъем по крутонаклонной. Второй этап – мы должны навести спуск и скатиться по своим периодам. Вообще неудобно, очень грязно, сейчас сыпется. Не очень хорошая погода, конечно, не как в том году. Ульяна Сколбас представляет 26 делегатов. Это воспитанники региональных федераций спортивного туризма и велоспорта. Оценивать участников будут федеральные эксперты в сфере туризма и представители органов власти регионов Поволжья. Победители и призеры Туриады примут участие в крупнейших всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. Анна Тищенко, Управда ТВ.